Доктор педагогических наук, профессор и также является декан Национального университета Острожская Академия. — Здравствуйте. — Здравствуйте. Ну, вообще, сразу я вот только перечитываю ваш список ваших достижений. Если бы только одно достижение, профессор, это уже много. Вы и декан, и это все вместе. Вы вообще, когда вот вы были молодым человеком, у вас была цель как построить карьеру? Знаете, людей называют карьерист, мечтает построить карьеру. Вы мечтали об этом? — Вы знаете, я всегда был отличником. Я был почти отличником в школе, я был отличником в университете. И в университете, это Киевский лингвистический университет, я тоже закончил на отличном факультете испанского и французского языка. — Ну, вам что, так легко давалась наука или была за этим какая-то цель? Ну, например, я вспоминаю себя в школьные годы, меня отец прессовал, он требовал от меня тоже хороших отметок, и у меня, скажем так, неплохо получалось. — Но в одно время я просто потерял интерес. И позже, когда разобравшись с собой, я понял, что проблема в том, что у меня было отсутствие цели. Ну, цели, к чему я хотел бы стремиться. Получается, наука ради науки для меня не сработала. Для вас в вашем случае ради чего было? Это ради отметок? Ради того, чтобы получить красный диплом или еще чего-то большее? Или вы видели, что дальше, продвигаясь по вашей карьере, вы сможете стать доктором педагогических наук, вы сможете стать профессором, вы сможете стать деканом? Что двигало? Ну, вот людей движет цель. — Я тоже был под прессингом родителей. Родители тоже выставляли для меня очень высокую планку. Они очень радовались моим успехам и переживали, если были неудачи. Я просто любил учиться. Я не скажу, что мне все легко давалось. Я работал, много работал. Возможно, вас привлекало то, что одобрение ваших родителей, то, что папа, тот, кто волновался за ваши отметки, вдруг мог бы сказать, Василий, ну вот, молодец. И мне тоже это нравилось. Любому человеку. Я вот что пытаюсь понять. Вот вы учите об этике, этике, этике. Многие говорят, нужно стыдиться. Стыдиться вот этих таких стимулов, которые внутри тобой двигают к прогрессу. Это построить карьеру, быть успешным. Нужно ли стыдиться этого? Или, напротив, этого не нужно стыдиться. Нужно более четче для себя, для молодого человека это определить. И чем побыстрее, это лучше. Что я хочу быть известным. Я хочу стать профессором. И так далее, и так далее. Тогда наверняка ты им станешь. А если у человека нет вот такой четко поставленной цели, так поэтому он, наверное, и никуда и не придет к цели. Поскольку учиться ради хороших отметок это долго тобой не будет стимулировать. Нет, ну, конечно, были цели. Конечно, мне очень хотелось, чтобы родители мной гордились. Потому что родители работали в селе, работали на ферме, на сельском хозяйстве. Поэтому мне очень хотелось, чтобы мои родители, которые не получили надлежащее образование, они могли мной гордиться. Во-вторых, мне очень хотелось достичь совершенства в моей работе. Языки. Я много работал над языками. Сам понимаете, чтобы разговаривать на языке, нужно очень много работать. И мне хотелось знать язык очень хорошо. Потом мне хотелось преподавать в школе. Мне хотелось выучить методику, чтобы стать хорошим учителем и преподавать в школе. Ради чего вам хотелось преподавать? Просто мне нравилась педагогическая деятельность. Я очень хорошо проходил практику в школе. Меня очень высоко ценили методисты. И меня любили дети, учителя. Мне просто нравилось быть учителем. Мне нравилось преподавать. И я хотел свою работу делать максимально качественно. И я это делал. То есть не были какие-то внутренние личностные мотивы, которые мной двигали. Но вы заговорили об этике. Уже вопросы этики и понимание этих вопросов пришло позже. Оно пришло, потому что обучаться в университете я начал в 70-х годах. А уже понимание важности этики и работа в этом направлении, она пришла позже. Она пришла уже в зрелые годы. В 92-м году, в 1992-м году. Когда разваливался Советский Союз. Да, фактически Советский Союз уже разваливался. Практически Украина уже была год независимой страной. И до этого у меня уже были за спиной 12 лет работы в школе. До этого я уже стал отличником образования Украины. Я уже защитил кандидатскую диссертацию. Уже на то время. И я интересовался разными религиями в то время. И вот мне пришло несколько мыслей. Я сейчас смотрю с этой высоты времени. Я разные религии изучал, в том числе и восточные религии. Вот мне пришло несколько мыслей. Первая мысль, которая пришла, была такая. Ты, Василий, интересуешься буддизмом. Ты интересуешься йогой. Это модно. В то время это было модно. А ты родился в христианской семье. Ты родился на Украине, где абсолютное большинство населения исповедует христианство. Почему ты не ищешь потенциал христианства? Почему ты не исповедуешь надлежащим образом свою религию? Я подумал, а действительно, почему? Стал больше углубляться, изучать, практиковать. И почувствовал, и посмотрел, что действительно христианство имеет огромный потенциал. Очень огромный. Возможно, не так разработанный, как йога. Не так подан, не так моден. Но очень много ценных вещей. Это первая мысль, которая была для меня очень важной. И когда я уже начал углубляться в христианство, пришла вторая мысль. Вот ты христианин. Написано, что каждый человек должен что-то делать для Бога, отдавать свою десятину. А вот что ты делаешь, Василий? И, скажу вам, мне стало не по себе и стыдно, потому что я ничего особого не делал. И на то время у меня не было особых талантов. Не было денег, чтобы я отдавал свою десятину. Не было каких-то особых знаний, чтобы я тоже что-то делал. Но 90-е годы, начало 90-х годов, это бум духовного возрождения в Украине. Несмотря на то, что советская власть в Западной Украине была 40 лет, в Восточной Украине 70 лет, сразу с 91-го года начался бум христианского возрождения. И, в частности, он проявлялся в том, что в школе начали преподавать Библию и различные предметы, которые носили христианский характер. Но я смотрел, что в школу, я же был педагог 12 лет в школе, и я увидел, что в школы приходят разные люди преподавать. Часть из них несли хорошие христианские ценности, но часть из них я бы не пустил в школу. Они не были подготовлены. Они несли неизвестно что. И вот тогда пришла мне такая интересная мысль. Хорошо, значит, давай ты возьмешь такой проект. Будешь готовить учителей христианской этики или Библии для государственных школ. Вот будешь приглашать учителей, которые хотят преподавать, будешь приглашать богословов, пастырей. Таким образом вы сами можете отсеять, присмотреть, кто достоин вот этого звания. И таким образом ты будешь готовить учителей, они пойдут в школу и будут надлежащим образом преподавать. Это был 92-й год. Представьте, 92-й год. Не учителей христианской этики, не учителей, которые бы могли научить учителей. Но мы работали тогда с одним христианским пастырем и решили реализовать этот проект. Мы пригласили желающих учителей, это было около 100 учителей. Это огромная армия. Да, это огромная армия. Мы искали помещение и нашли это помещение. Это был дворец пионеров в Ровно. Мы нашли спонсора. По тем временам наш семинар стоил 50 тысяч купону. Тогда еще ходили купоны в Украине. И я запомнил эту цифру. Потому что мы должны были платить, чай давать учителям, должны были лекторам платить. И где мы брали преподавателей? Был в Ровно музей, краеведческий музей. Там была такая секция религии. И работало несколько довольно хороших людей, которые читали лекции по истории христианства, истории религии. Потом мы приглашали пастырей и священнослужителей разных конфессий. Они приходили и читали лекции, богословские лекции для наших учителей. И таким образом мы подготовили первых 100 учителей в 92-м году. И они, часть из них работала в школе и преподавали христианские ценности. Это сейчас я смотрю на этот проект. Фактически этот проект предопределил мою жизнь на многие-многие годы. Это была первая такая конференция. Ну, такой двухнедельный семинар, конференция, семинар. И вот оттуда и начались корни тех идей и той работы, которую я уже 21 год реализовываю в школах Украины. Ну, по сути, вы ответили на мой вопрос. Вами действительно двигало не желание обогатиться, не желание построить карьеру, а вами действительно двигало потребность смысла жизни. Это позаботиться о людях, а не только заботиться о самом себе. Это просто здорово. И я считаю, действительно, люди, как вы, достойны вот этого имени, педагог. Согласны ли вы с тем, что в современной культуре все больше насаждается индивидуализм? Ну, наверное, действительно. Чтобы личность поверила в свою самодостаточность. Действительно, действительно так и происходит. И ключевое слово, которое вы использовали, насаждается. Насаждается индивидуализм. И многие люди говорят об этом слове индивидуализм. Философы, психологи, педагоги, индивидуализм. Хорошо это или плохо? Вот этот вопрос. Хорошо это или плохо? Что психологи утверждают, что процветание индивидуализма способствует росту благосостояния и мобильности людей. То есть, другими словами, это только хорошо. А что может быть, что-то плохо? Вопрос сложный. И многие люди скажут, как, это отлично, это хорошо. Я самодостаточный, богатый человек. Я работаю, я преуспеваю, у меня все есть. Я богат, у меня машина, квартира, семья. Чем это плохо? Я работаю для себя. Другой скажет, нет, это плохо. Потому что ты работаешь только для себя. Ты обогащаешь себя. Ты не думаешь о других и так далее. Для того, чтобы действительно ответить на этот и подобные вопросы, нам надо иметь какую-то методологическую основу. Я согласен. Вот для того, чтобы взять нам основу, давайте пройдемся от голоса современного индивидуализма. Я здесь для себя их даже выписал. Первое. Занимайся своим делом. Прокомментируйте. Занимайся своим делом. Если ты работаешь в какой-то области, ты достигаешь успехов. Я не вижу ничего плохого. Это хорошо. Мы говорим, это хорошо. Это хорошо. Второе. Стремись к блаженству. Но надо определиться с понятием, что такое блаженство. Потому что и в Библии тоже говорится о блаженстве. То есть, что имеется в виду? Или физическое блаженство, или духовное блаженство. Если это наслаждение, физическое наслаждение, как блаженство, то это понятие и состояние очень относительно. Потому что человеческие возможности и человеческие желания, они практически необъемлемы. И как определить блаженство? Для одного, для того, чтобы блаженствовать, надо миллион. Для другого миллиард. Для третьего надо вообще очень много. Поэтому понятие блаженства очень относительно. Я думаю, что... Я согласен, здесь стоит разобраться. Но опять-таки мы возвращаемся к главному вопросу, что в современной культуре все больше насаждается индивидуализм. И вот эта культура, я сейчас говорю о культуре. Я тоже, скажем, вырос и сформировалась моя личность в культуре Советского Союза, где больше мне отмечается, там было не с тем, чтобы стремиться к собственному блаженству, а там тебя учили так, как надо. Если ты ограничен чем-то, если ты пришел в школу, и ты вынужден отсидеть за партой не на очень комфортабельном стульчике, так это нормально, так надо. По-другому ты даже за эти рамки не мог помыслить, помечтать. Когда сегодня больше все делается, это культура удобства. Посмотрим ли мы в церковь. Все сделано для посетителя. Все для его удобства. Ты спрашиваешь у некоторых служителей американских, а почему у вас столько потоков, у вас столько людей, имеется в виду, в 10 часов утра, а потом идет следующее служение в 11.30, потом идет служение в час дня, потом в 4. Нет, говорят они, мы бы смогли бы, вот эту, вот всех потенциальных посетителей, мы могли бы обслужить в одно церковное служение. Тогда в чем дело? А это для комфорта. Потому что некоторым слишком рано, для некоторых слишком поздно. Просто они учитывают потребности людей, что те бы хотели позже проснуться. Ну все учитывается, все учитывается. В зале учитывается музыка. А потом дальше, если раньше служение длилось там 2,5 часа, как дух поведет, так сегодня поняли, что для некоторых дух поведет спать охота. Так и это учитали, так и пришли к тому заключению, что больше и больше лучше не переходить за полтора часа. Некомфортабельно. Слово комфорт. Все больше и больше. Поскольку идет учет. То, что насаждается в культуре. В культуре насаждается стремись к блаженству. Это хорошо для тебя. Стремись. Да, как вы сказали, здесь предела нету. У каждого свой предел. И к этому его тоже финансовое положение оказывает. Но здесь даже в таких мелочах, как культура и этика воспитания человека. Если я имею у меня трое сыновей, и я тоже не могу просто призвать сына, как раньше это, чтобы он сел и смотрел на меня и выслушал меня внимательно. Мне даже в этом нужно учитать тот комфорт, к которому он привык. Где ему удобно. Ну, понимаете, о чем я говорю. Так где вот эта грань и где она расходится, скажем, с христианскими ценностями. И вы, как педагог, чтобы вы сказали, нужно поддаваться какому-то учению или же оказать оппозицию, скажем. Ну, чтобы вы. Понимаете, если мы говорим о физическом блаженстве, если мы говорим о физическом комфорте, то фактически этого достичь очень сложно. Если мы будем постоянно себя догождать и постоянно будем искать этого блаженства и комфорта, мы зайдем очень далеко. И если мы будем работать только на наши материальные и физические нужды, нам будет остановиться очень-очень сложно. Потому что как удовлетворить наши аппетиты, как удовлетворить наши физические потребности, как удовлетворить материальные потребности, очень сложно. Поэтому надо всегда смотреть на человека комплексно. И в этой связи мне импонирует, и думаю, не только мне, но и многим христианам взгляд апостола Павла на человека. Что человек — это существо, которое состоит из духовного, душевного и физического начала. Если смотреть на человека таким образом и гармонически развивать все эти части человека, духовное начало, душевное или психологическое начало и физическое, тогда все становится на свои места. То блаженство, о котором вы говорите, тот комфорт, это относится к людям, которые думают только о третьем, о физическом, материальном начале человека. И, к сожалению, физическое начало невозможно удовлетворить. Потому что наше тело, наши потребности, они фактически безграничны. Но если мы будем развивать человека гармонически и думать о духовном начале человека, и использовать те методы и средства, которые нужны, и которые используются для духовного начала, тогда мы сможем абсолютно иначе подходить. Но я вот хочу более глубже, возможно, разобраться в этом вопросе, поскольку я усматриваю, что делая акцент все-таки на воспитание в себе вот подхода вот этого индивидуального подхода к своей жизни, это говорит о том потенциале, который кроется в человеке. Вот, например, следующий призыв – поступай так, как тебе нравится, не изменяй самому себе. Ну вот не изменяй самому себе – это действительно, когда ты нашел, в чем твое призвание, и тебя склоняют к чему-то другому. И ты понимаешь, что ты мог бы это сделать, но ты делаешь другой выбор. Выбор в пользу получается самому себе, как бы в пользу комфорта, но это связано с твоим духовным, опять-таки, призванием. Это говорит о твоей ответственности. Тот потенциал, который заложен в тебе Богом, ты пробиваешься сквозь, и ты пытаешься его реализовать. Бойся конформизма, они утверждают, и ряд других. Верь в самого себя, не подражай другим, имей собственную точку зрения. Так, с одной стороны, это же может все-таки неплохо, поскольку это указывает об ответственности, нести ответственность за собственную реализацию своих способностей и своих талантов. Здесь есть один нюанс. Если человек самодостаточен, если человек живет без Бога, если человек душевный и физическое существо, но не духовное, тогда есть опасность. Тогда есть опасность в самодостаточном человеке, потому что он может сбиться с пути. Если человек духовный, и он живет с Богом, он живет в молитве, он читает Слово, он общается с соответствующими людьми, ему сложно сбиться с пути, потому что он знает ценности, он знает свое призвание, и он получает поддержку. И у него есть четкие ориентиры. Поэтому, если человек не может быть самодостаточен, потому что рано или поздно он собьется с пути. Но если человек духовный и постоянно работает над своим духовным миром, работает над своим духовным «я», тогда ему нечего бояться, тогда он может быть самодостаточен в чем? Не визоляция от Бога, он может быть самодостаточен, Тогда, может, подскажите, где грань между прославлением себялюбия, а где человек все-таки, как вы сказали, он духовен, и он контролирует своими эмоциями, своим поведением, своими желаниями? Понимаете, духовный человек, он никогда не будет себя прославлять, потому что он знает свои возможности, он знает свои недостатки, он знает свои положительные и отрицательные черты. И этот человек всегда скромен. Он знает, что, во всяком случае, есть люди, которые умнее меня, я имею очень много проблем различных, он не будет себя прославлять. Как говорят по-современному, себя пиарить. Он не будет себя пиарить. Он будет стараться жить скромно и, как говорят, не высовываться особо. Как тогда не впасть в иллюзию собственной исключительности? Ну, каждый человек уникален, каждый человек неповторим. То есть нужно помнить, что в своей самодостаточности взаимозависимость. Понимаете, но человек, каждый человек живет в обществе. Он живет с людьми. Он зависит от многих людей. Как человек может быть самодостаточен? Если мы зависим от многих людей, мы зависим во время движения транспорта, мы зависим в семье, мы зависим на работе. Нас окружает масса людей. Сказать, что я самодостаточен, я сам могу чего-то добиться без помощи других людей, это абсолютная иллюзия. Человек — это существо социальное. И чем больше и глубже он ощущает связь с другими людьми, чем больше он сотрудничает с этими людьми, чем больше их понимает и помогает, и получает отдачу, тем лучше. Потому что если он будет считать себя самодостаточным и возвысится до эгоизма, до себелюбия и так далее, то это серьезная проблема у такого человека. Но вы согласны с тем, что молодому человеку нужно стремиться к тому, чтобы проявить свою уникальность, чтобы найти себя, найти себя, чтобы не слиться просто с серой массой? Вы с этим согласны? Абсолютно. Каждый человек имеет определенную цель, каждый человек имеет свое призвание, каждый человек имеет цели в жизни. И очень важно в жизни делать свою работу, потому что есть много людей, которые делают не свою работу. Вот вы сказали о конформизме. Человек должен быть достаточно сильным для того, чтобы делать то в жизни уникальное, что принадлежит этому человеку. Это здорово сказано. А для этого надо, чтобы человек имел силы. И прежде всего духовные силы для того, чтобы сделать то, для чего он предназначен. Потому что, когда человек духовно слаб, его можно склонить к различным вещам, он может пойти по пути, которые ему не нужны. Когда человек сильный, когда у человека есть видение, когда у человека есть духовная поддержка, и когда человек духовен, он, во-первых, знает свой путь, а во-вторых, имеет силы идти по этому пути. Потому что знать свой путь – это мало. Надо иметь силы выдержать испытания, пройти через эти испытания для того, чтобы достичь цели. Хорошо. Большое спасибо. Наша передача подошла к концу, к сожалению. Дорогие друзья, у нас в гостях был Василий Николаевич Жуковский. Мы с вами прощаемся. До следующего раза.